Территориальному общественному самоуправлению в последнее время уделяется огромное внимание. И не даром, ведь хорошо организованный ТОС – это большое подспорье местной власти. Это возможность реализовать проекты по благоустройству территорий, по организации культурно-массовых мероприятий и другие инициативы граждан. Тему продолжит Надежда Полевич. Территориальное общественное самоуправление в Тольменке существует уже пятый год. На счету ТОС «Наша Родина» уже немало добрых дел. В 2017-м на средство гранта была реализована программа «Чистый берег». На пляже построили пирс и мостик для купания детей. В 2018-м в селе установили информационные стенды для информирования жителей о правилах пожарной безопасности и о безопасном поведении на воде. В 2019-м году Тольменский ТОС выиграл очередной грант, на средство которого для зрителей фестиваля «Лето-автошансон» построили зрительскую трибуну. Если бы у нас не было ТОСа, практически бы ни культурная, ни экологическая обстановка здесь, в Тольменке, бы у нас не улучшалась. ТОС – это очень большое подспорье для сельского совета. В 2020-м году в районе прошел традиционный конкурс социально значимых проектов среди ТОС. Инициатива тольменцев вновь получила поддержку. И как было не поддержать, ведь проект касался противопожарной безопасности. За счет гранта в размере 70 тысяч рублей была закуплена контурная косилка. Хотелось бы поблагодарить администрацию района за поддержку нашего проекта, а также администрацию и совет депутатов Тольменского сельского совета за помощь в реализации наших проектов. Сергей Кустов уже третий год работает в Тольменской пожарной дружине. Признается, что большинство возгораний происходит из-за сухой травы. Раньше приходилось выкашивать сухостои обычными триммерами. Это долго и затратно. Новая косилка пожарным в помощь. Она позволит делать эту работу более эффективной. Больше охват территории окашивается. То есть нам не приходится ходить триммером окашивать. И еще с другой стороны, уменьшает работу для нас пожарных. Потому что чем больше скосятся травы, тем меньше нам потом работать. Активно живем, активно работаем, говорит председатель Тольменского ТОС Дмитрий Серафимович. Он признался, что в планах еще очень много идей. Например, залить зимой на этом месте каток. Реализоваться задумкам помогают единомышленники, Совет ветеранов, Союз женщин, работники Дома культуры, специалисты администрации и просто неравнодушные жители села, которые активно отзываются на просьбы о помощи и участвуют во всех добрых делах.